здравствуйте мы вновь на классе мастерство выступлений у каждого в жизни случаются конфликтные ситуации если кто-то из вас скажет что всегда удается избегать конфликтов я не поверю самого детства когда мы отвоевываем свою территорию мы завоевываем пространство потом мы конфликтуем с родителями потом мы конфликтуем со всем окружающим миром и даже глобальные конфликты к сожалению не редки в нашем мире поэтому конфликт дело привычное но разрешения конфликтов может быть эффективным а может быть к сожалению нет давайте же научимся чтобы наши конфликты всегда разрешались эффективно меня зовут ольга редько я актриса актриса озвучание актриса дубляжа, в прошлом радиоведущая и вот уже много лет преподаватель спецдисциплин, так или иначе связанных с ораторским мастерством. А на прошлых наших классах мы договорились называть оратора спикерами, оратора спикером, ораторское мастерство, собственно, талантом или навыком коммуникации, ведь не что иное, как ораторское мастерство, даже если мы просто ведем переговоры, деловые или межличностные, неважно. Все эти способы коммуницировать, к сожалению, иногда приводят к конфликтам. Я скажу вам честно, я не дам вам универсального способа. Невозможно разрешить все конфликты мирно, невозможно разрешить все конфликты максимально эффективно для вас. Возможно, что человек по ту сторону конфликта обладает ничуть не меньшим навыком разрешать конфликты эффективно, возможно, это тоже мой студент. Но все же приблизиться к тому состоянию, когда наши конфликты будут разрешаться, скажем, меньшей кровью и гораздо более эффективно для нас, мы попробуем. Три причины конфликтов. Ну, вы сейчас скажете, господи, какие три конфликта всегда великое множество, это сколько людей, столько и конфликтов, сколько социальных институтов, столько и конфликтов, конфликты на работе, конфликты в семье, конфликты политические и так далее, и так далее. На самом деле причин для конфликта три, а все остальное это уже вариации. Итак, первая причина, мы с вами говорили о ней на нашем классе, структура выступления, когда учились формулировать, собственно, проблему, собственно, конфликт, это несовпадение чувственно-эмоциональных переживаний двух субъектов. Притом это не всегда человек, в качестве субъекта выступает не всегда отдельный человек, но всегда они совпадают чувственно-эмоциональные переживания. Ну, то есть в разные моменты времени разные люди или разные части общества могут вступать в конфликт. Они не конфликтуют просто сами с собой, просто белые с черными, плохой пример. Но там тоже все непросто. Не конфликтуют просто люди с людьми. Всегда в противоречие, всегда в конфронтацию вступают чувственно-эмоциональные переживания, желания и потребности. Например, желание и неготовность, желание и страх, понимание и страх ответственности, и прочее, прочее, прочее. Это классическая причина, такая одна из самых распространенных причин большинства конфликтов. Ну, то есть это универсальная схема. Еще одна нередкая причина – неоправданные ожидания. То есть конфликт – это не совпадение чувственно-эмоциональных переживаний с двух сторон. Это неоправданные ожидания одной из сторон. И провоцирует такой конфликт одна сторона, как правило. А вторая, не сразу поняв или вообще не поняв, что происходит, что именно от него или от нее, от другой стороны ожидают, от этого субъекта, он, собственно, втягивается в этот конфликт, ну, потому что не понимает агрессивного поведения своего визави другой стороны. И поэтому это тоже нередкое, неоправданное ожидание – тоже нередкая причина множества-множества конфликтов. Особенно это актуально для межличностных коммуникаций. В паре ли мужчина и женщина, супруги, или в отношениях с мамой, с дочкой, с любой другой родной, с друзьями. Неоправданное ожидание, когда мы по-разному себе представляем какую-то ситуацию или какие-то отношения, и поэтому по-разному реагируем на какие-то события. И одна из сторон бывает неудовлетворена и провоцирует конфликт. Третья причина – это внутренние противоречия. Мы говорили уже о том, что конфликт бывает внешним и бывает внутренним. И казалось бы, ну зачем нам говорить о внутреннем конфликте, это к психологу или даже к психиатру, когда у человека какая-то внутренняя коллизия, он должен разбираться, в чем же там не совпадают у него противоречия друг другу, чувственно-эмоциональные переживания внутри него. Но нет, такой внутренний конфликт зачастую воздействует и на окружающих. Возможно, вы обращали внимание, что в деловых переговорах или в отношениях с коллегой вдруг кто-то, да и в общем-то и в межличностных отношениях, да и даже при большом выступлении на большую аудиторию, вдруг кто-то проявляет какую-то неоправданную агрессию, как-то совершенно неожиданно начинает себя вести. И зачастую это не проблема ваша, это проблема какого-то внутреннего противоречия, внутреннего неразрешимого конфликта внутри самого человека, самого субъекта. Но он не знает, как это разрешить, он не может, и тем самым выливает свое недовольство, свою неудовлетворенность на окружающих. Такие конфликты тоже нужно уметь разрешать. Субтитры создавал DimaTorzok